Иисус Христос и апостолы Дочь Аира, сына Наинской вдовы и четырёхдневного Лазаря. Для чего? Чтобы показать, что он властен над смертью. Что он в состоянии воскресить человека, который умер только что, который умер в течение суток, и который умер четыре дня назад, чьё тело уже стало тлеть, и чья душа, по поверью иудеев, они в это верили свято, уже была в Шиоле, в аду, то бишь, по-нашему. Может быть, в лоне Аврамова, если он был праведником, но всё равно в аду. Лон Аврамова — это не царство небесное, лайт-версия до воскрешения Христа. Нет, это ад. Они там не сильно-то страдали, но ведь радость загробной жизни возможна только во Христе. А Христос ещё не освободил человечество от рабства дьявола. И вот Господь показал, что Он властен не только над душами тех людей, которые ещё здесь находятся, рядом с ними, но и те, которые ушли далеко и навсегда, отлучились от тела бесповоротно, и тело стало тлеть, чтобы уверить фарисеев, саддукеев, всех учеников, всех израильтян в том, что Он может воскресить и себя. Как Бог, Он может воскресить своё человеческое тело. В этом был глубокий богословский догматический смысл. Мы сейчас верим в воскрешение мёртвых. Если Христос не воскрес, тот тщет на вера наша, говорит апостол Павел. И действительно, только лишь вера в воскрешение Христа нас отделяет, отличает от всех других религий. Потому что, если в этом не было практической необходимости, то а смысл тогда, в какой христианстве, чем он отличается от любых других религий? Все говорят о необходимости жить праведно, благочестиво, не делать другим того, чего не желаешь себе. Но лишь только мы говорим, что тот, кто в крещении умирает со Христом, тот с ним и воскрешает. И в этом залоге принимаемой благодати найдёт и своё собственное воскрешение. Если Христос не только человек, но и Бог, и Он с себя воскресил, то и мы, крестясь во Христа, тоже будем совоскрешены с Ним. Поэтому Господь не по сентиментальности своей воскрешает людей, не по доброте какой-то, иначе бы Его попрекали бы тысячи людей. Почему вот её воскресил, а меня не воскресил? Вот что это за сын там у неё? Ни одного доброго дела не сделал. А вот сколько замечательных жителей нашего города, социально активных художников, писателей, врачей, полководцев, почему не воскресил того, кто достоин? Почему сына вдовы? Почему дочь начальника синагоги? Что он? А не хотел бы дочь какого-нибудь бедняка воскресить? Что это за такая предвзятость сильных мира сего? Мы утешаем, а кто победнее, нет. Кстати, возможно, Христа так кто-то и попрекал. Это вполне логично и вполне, к сожалению, человечно. Но потому Господь воскрешал не так часто, потому что в этом не было учительной, воспитательной необходимости. Воскрешал ровно столько раз, чтобы показать власть свою над всеми, ну, скажем так, типами умерших. Есть чудо воскрешения у апостола Павла. Мы не знаем наверняка, уж в Писании не говорится, что это чудо воскрешения, но похоже на то. Один юноша во время проповеди апостола Павла заснул, выпал с окна и вроде бы как погиб. Но апостол Павел, помолившись над ним, его воскресил. Зачем нужны были чудеса в первой апостольской церкви? Это Древний Восток, это эпоха двухтысячелетней давности. До Ивана Грозного, до крестовых походов, до темных веков, средневеков, еще тысячи лет. Представьте себе, что если бы люди той эпохи представляли. Надо было не об абстрактных вещах говорить, хотя апостол Павел мне о них говорил больше, чем кто-либо то не было из учеников Христовых, а деятельно показывать силу своей веры. Если ты говоришь, что твой Бог так силен, то покажи эту силу на практике. И вот чудеса, воскрешения. Исцелялись даже те, на кого падала тень апостолов, проходящих мимо них. Петра, Павла. Сами они были, судя по всему, неоднократно воскрешены Господом Богом после побивания камнями, как, допустим, апостол Павел, пишущий об этом прямо. Сила Божия должна была проявляться не просто в красивых словах. Да, они, будучи наполнены Духом Святым, говорили так, что невозможно было противостоять силе этих слов. Но надо было деятельно их подтверждение. Мы сейчас выросли в эпоху христианской культуры. Даже если ты будешь называть себя трижды атеистом, всё равно ты худо, бедно, имеешь некое представление о православии, о христианстве. Ты можешь отличить православный храм от мечети. И знаю, что колокольный звон звучит не в костёле, а с храма Христа Спасителя. Так или иначе, ты имеешь какое-никакое образование, школьное, среднее, специальное или уже высшее. Что ты понимаешь о философии, об абстрактных вещах, и можешь видеть за простыми текстами апостольского благовествования некоторые метафоры, аллегории, видеть духовный смысл в тех же исторических событиях. Тебе проще уверовать. Человеку в той эпохе нужны были чудеса. Но не просто чудеса, которые будоражили воображение, чудеса, как знамения. На них нельзя веру основывать, потому что они для подтверждения веры, для укрепления веры требуют всё большего, большего накала, больше чудес, большего впечатлений. Потому Господь совершал, если совершал чудеса, то только тогда, когда они были безоговорочно сопряжены с нравственным преображением человека или окружающих людей. Мы сейчас требуем именно того, что требовали фарисеи у Христа. Сойди со креста, поверим тебе. Покажи нам знамение какое-нибудь, и мы поверим тебе. Поэтому таких чудес Господь нам не даёт. Кроме чуда приложения хлеба и вина в тело и кровь Господь и на каждой литургии, чему свидетелями мы являемся, причащаясь тело и крови Его. Это самое большое чудо, которое происходит на нашей планете. А если вы увидите даже и воскресшего человека, вы думаете, то вас это вера укрепит. Фарисеев что, укрепило саддукиями? Они посмотрели, что произошло в Лазаревую субботу, говорим, так, что делать? Что делать? Или поверить, что Иисус из Назарета есть Христос, и Он имеет власть и над смертью. Или эту тему прикрыть, закрыть? Ну, люди же говорят Лазаря. Ну, надо убить Лазаря, чтобы не нашли его, чтобы не было свидетельства человека, который воскрешен. И дальше Господь на много месяцев уходит подальше от Иерусалима, чтобы не быть убитым, ибо было еще рано. Это нас несколько путает богослужебный устав, согласно которому между воскрешением Лазаря и входом Господня в Иерусалим даже суток нет. По Евангелию прошло достаточно много еще событий между этими двумя историями. Так что будем, друзья мои, как Фома, апостол, блаженными от того, что не видели, но верим. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. субтитры субтитры Продолжение следует...